Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, уважаемые наши зрители и читатели. Добро пожаловать в рубрику «Вопросы Довлатова». Очень рад, что с вами общаюсь через эту рубрику. Есть хотя бы возможность, чтобы мы могли беседовать с вами. Рубрика «Вопросы Довлатова» создана для того, чтобы дать возможность многим людям получать ответы на свои вопросы, потому что огромное количество людей, которые иногда задают вопрос, у них есть один-два вопроса, надо, чтобы они получили ответы на свои вопросы. Поэтому не всегда у них физическая возможность прийти к нам на тренинги, или не всегда у них получается по финансам, или бывают по разным причинам. Или они далеко живут в других странах и так далее. Поэтому задавайте актуальные вопросы, мы всегда готовы ответить на эти вопросы к вашим услугам. Но всегда рекомендуйте нашу рубрику тем людям, кто нуждается, по вашему мнению, кому это помогло бы, кому это дал бы еще больше возможностей жизни. И в этом мире мы с вами понимаем, что нуждающихся людям очень много. Поэтому суд нашей рубрики, суд нашей вообще деятельности – это служение людям и служение Богу. Так что практикуйте, я думаю, что это вам хорошо поможет. Здравствуйте, Сеймур Довлатов. Я работаю сейчас продавцом почти один год. И сейчас меня уволил мой работодатель. Я бы хотел открыть свою точку сухофруктов. Один знакомый хочет продать свой бизнес, там не очень хорошая торговля. Но если работать будут, нормально прибыль. Что посоветует мне? Открыть с нуля или купить точку знакомого? Или же продолжать работать продавцом? Дорогой мой, сначала накопи деньги. Работай продавцом, накопи деньги. Потому что ты сейчас только умеешь продавать этот продукт, но еще надо уметь его управлять. А когда чуть-чуть накопишь деньги, у тебя будут оба варианта актуальнее. Что открывать свою точку или что купить точку. Но если купить, надо купить хорошую точку. Не надо покупать такие точки, которые не раскручены, такие точки, которые не актуальны, не очень хорошо идут. Нет. Если ты поищешь, ты найдешь хорошую точку. Потому что я знаю, что есть люди, которые иногда нуждаются или уезжают, или им деньги нужны, и они хотят продавать. Покупай хорошую точку сразу, и она готовая у тебя, все есть. Тогда ты быстрее работаешь и поднимаешься. Но только покупай точку, в которой локация хорошая. Потому что суховрук где-то как продукты питания, за него человек специально не планирует сели город проехать. Например, это не запчаст или не аптека. Аптека и запчаст, это, скажем, или стройматериал, это плановый закуп. То есть человек планирует и идет покупать, неважно, где это ход конца города, он пойдет и ищет, и купит. А когда характеристика такого продукта такой. А суховрук – это характеристика такого продукта такой, что человек покупает, когда видит, просто мимо проходя. То есть это мы называем спонтанный закуп. То есть смотри, если запчаст, аптека, то есть лекарства, и стройматериал несет с собой характер плановый закуп, а здесь это спонтанный закуп. Сухофрукты – это спонтанный закуп. Поэтому человек, мимо пройдя, увидел и покупает. Ради него он специально не будет планировать полгода проехать. Полгорода, то есть проехать. Поэтому, что нужно делать, тебе надо, если ты накопишь деньги, купи хорошую локацию, хорошую точку, где народа много, где проходимость хорошо и так далее. Что касается самому открывать, тоже можно самому открывать, но это волокиты, бумажные дела и так далее. Если у тебя будут связи, чтобы зайти в торговый центр, уметь договариваться и так далее, это другое дело. Поэтому и то, и то работает. Но сначала накопить деньги. Здравствуйте, наставник, мне 20 лет. Я занимаюсь прокатом игровых приставок, вот это Sony PlayStation. Начали я два месяца назад, с тех пор у меня постоянно проблемы с бизнесом. Уже четыре раза за месяц попал, попадал на мошенников. Может на меня порча? Помогите, пожалуйста. Мошенники не имеют отношения с порчей. Просто тебе надо понимать, кто твой клиент. Ты иногда даешь, значит, это, то, что твое, скажем, оборудование, ты даешь не тем людям. Не тем людям даже. Или, скорее всего, ты залог не берешь у них. Или не регистрируешь их паспорта или чего-то. Надо сидеть, подумать, как рычаги контрола. Сначала, прежде чем кому-то даешь прокат, сначала ты должен прокат, рассрочка и так далее. Помни, что сначала надо в обязательном порядке разработать инструмент влияния на них. Если у тебя будет инструмент влияния на них, они обязательно тебе вернут все и будут платить тебе за то, что прокат берут. Если у тебя нет рычаги давления на них, рычаги влияния на них, они никогда это не будут делать. Это будут у тебя постоянно бесконечные проблемы, которые, не кончаемая проблема. Она будет продолжать всегда. поэтому тебе нужно обязательно порядке найти сначала рычаги давления что случае чего как ты мог мог бы их контролировать как ты мог бы давить вот поэтому если ты занимаешься этим бизнесом сначала и разрабатывай инструменты давления хорошо только тогда эти люди будут себе послушно вести и твой бизнес не будут проблемным тогда то он принесет тебе доход здравствуйте меня 25 лет я занимаюсь тендером поставки товаров и я хочу начать свой собственный бизнес у меня нет стартового капитала хочу открыть детский сад и знакомые воспитатели на это можно привлечь инвесторов то есть как я на тендерах работаю с инвестором или можно взять кредит деньги нужны чтобы сделать ремонт в здании на зарплату персонала в начале как вы думаете как будут правильно я консультировал парина с города шимкента и через 73 дни он открывал частную школу именно по той модели который ты говоришь сейчас я тебе нужен ты можешь сады конечно брат но помни что можно найти инвестора почему бы не но кредит не надо брат лучше брать лучший инвестора найти почему инвестором потом можно вести переговоре так далее если случае чего что хорошо пойдет это здорово если чуть-чуть задержка будут или что-то инвесторам можно вести переговоры он может подождать Потому что чем отличается инвестиция от кредита, тем, что кредит это твой личный риск, а инвестиция это риск, который относится вам к двоих, и инвестору, и тебе тоже. Инвестор осознанно идет, он вкладывает деньги осознанно, он идет на это, сам понимая, почему он туда вкладывает деньги и так далее. Поэтому ты должен к этому прийти осознанно. Уловил, осознанно ты должен подойти к этому. Поэтому вот что я тебе рекомендую, бери инвестора, найди помещение, открывай детский сад. Это нормально, ничего сложного нет, ничего сложного нет. Но отношения разрабатывайся инвестором такого формата, чтобы иногда могут быть фос-мажор, иногда могут быть задержки, иногда могут быть что, чтобы все инвестор с пониманием относился к этим вещам. Деньги подпросин брать не надо, инвестору дай доли от прибыла. Да, подпросин никогда не берите деньги. Почему? Потому что это приведет вас к большой долговой яме. Никогда не берите подпросин деньги. Просто вот доля от прибыла, час прибыла дайте инвестору. Здравствуйте, Саймур Адовлатов слышал о вас раньше, но не интересовалась. Недавно один человек рассказал мне о вас и начал смотреть все ваши рубрики. Я очень рад, что есть такой человек, который направляет людей на правильный путь. Ведь сколько людей сейчас страдает из-за неправильной постановки цели. Я кондитер, у меня в доме есть небольшой сех. Я готовлю торти по заказу. Клиенты, слава Аллаху, приходят ко мне со соседних регионов. В этом сфере работаю уже 10 лет. Всегда мечтала открыть свой магазин в городе. Живу ближе к городу. Статус города получили недавно. Населения много. Раньше готовили на растительных сливках, но всегда хотели готовить торти на натуральных ингредиентах. Но так как натуральные ингредиенты дорогие, приходилось готовить их на растительные сливки. Потому что торт на натуральных ингредиентах будет дороговат, а клиенты просили подешевле. Сейчас обучаюсь на курсах, где готовят только на натуральных ингредиентах. начала предлагать клиентам натуральные торты конечно цена у них дорога но почему-то клиенте не хотят понять этого и хотят торт с растительными сливками планирую открыть магазин с двумя сегментами и дорогой и подешевле правильно ли я поступаю или должна выбрать только один сегмент посоветуйте пожалуйста очень вам благодарна спасибо вам большое заранее если ваш город недавно брал статус города до этого были районные центры и так далее я бы вам рекомендовал чтобы делайте торты которые чуть подешевле а 2 процент или 5 процент некоторые торты делайте просто несколько штук по заказу только делайте дорогие торты то есть как у вас магазине должно быть все карты или что-то и для день рождения для чего-то поставьте такой это типа объявление что прямо там что мы можем сделать для вас особенный торт только с натуральными ингредиентами и напишите цену там и так далее и будут какие-то люди которые заказывают то есть получается что торты которые подешевле делайте массово продавайте торты дорогие делайте по заказу а если потом со временем когда видеть что люди по чуть-чуть по чуть-чуть привыкнет и люди начали интересоваться потом можете один видели два вида натуральные торты тоже поставить дорогой ценой потому что они натуральный продукт это нормально западе я помню малайзии малайзии за заходил это было молоко чтобы купить там было молоко который сухой молоко сделано им натуральные молока а вы знаете сколько раз была разница цена почти десять раз разница была действительно 10 раз я это никогда не забуду потому что было молока который от сухой молока сделано молока и продать тетра пакетами а есть натуральные молока прямо отдельный полка и написаны и к продукт и к проду все то что и к проду написано на натуральный очень дорогая в одном и том же магазине были они поэтому вам нужно сначала делать торты и подешевле потом по заказу делать дорогие натуральные кто интересуется и вы как раз увидите что стоит это продвигать и так далее вам надо делать не то что вам нравится вам надо делать то что людям нравится дайте людям то что они хотят а не то что вы это вы знаете что натуральный это хорошо красиво это круто и так далее то вы знаете об этом но еще люди надо этого должны дойти Поэтому сделайте, и появятся люди, которые это интересуются. Появятся люди, которые это нужны. Так что продолжайте делать. Это будет здорово. Здравствуйте, Садмурадака. Дай Аллах вам здоровья и долгих лет жизни. Я домашний кондитер, планирую открыть свой магазин, где буду продавать свои кондитерские изделия. Клиенты у меня. Но почему-то у меня страх начать это дело. Это всегда так. В любом деле страх. Но помните, что успех находится по той стороне вашего страха. Если вы этим давно занимаетесь, страх убирается благодаря двух показателям. Первое – это знание. Знание нужно, чтобы страх убрал. И второе – у вас должно быть какое-то смысло, какая-то цель, ради которой стоит бороться. Тогда страх исчезнет. Поэтому то, что вы делаете, должно иметь смысл для вас. Если вы действительно хотите, чтобы у вас был крутой бизнес и так далее, это стоит делать. Вам надо понимать, какой страх у вас развита. Страх нового, страх будущего или какой. Страхы бывают разные виды. Один из них – страх бедность, другой – страх будущего, страх неизвестного и так далее, и так далее. Страх старости и так далее. Вам надо понимать, скорее всего, у вас развита страх неизвестного. Если у вас развита страх неизвестного или страх критика со стороны, что получится, не получится, начните потихонечку делать те вещи, которые раньше вы боялись делать или раньше вы не приняли. Ну, благодаря своей воспитанию или благодаря своей, можно сказать, привычке и так далее. Вам надо начинать по чуть-чуть, по чуть-чуть что-то делать. Но помните, что страх существует там. Это где нету ясности, где нету понимания. Если у вас появится понимание смысла, зачем это делать, страх исчезнет, сразу исчезнет. Это похоже, что темнота существует до тех пор, пока появится свет. Повторю, темнота существует, до тех пор появится свет. Как свет появится, страх исчезнет навсегда. Так что это делайте. Страх обязательно исчезнет. Если у вас есть мечта, у вас есть цель, ради которого надо бороться, тогда идите делайте и не думайте о страхах. Помните, что ребенок, который начинает только-только ходить, много раз падает, но ни разу у него в голове не происходит, что это не мое. Он хоть могут 10 раз падать, 100 раз падать, заново вставать, 100 раз падать, заново вставать. В итоге, в конце концов, он будет много раз это делать, до тех пор, пока не научится ходить. Здравствуйте, уважаемый Санна Раджабович. Всю жизнь проработала учителем на маленькую зарплату. Сейчас мне уже 50. Всегда было желание открыть бизнес, но не было знаний о уверенности. В это лето я получила отпускные и решила всю сумму инвестировать в себя. Я был участником вашего мастер-класса для предпринимателей. И там мне пришло инсайт открыть детскую школу по финансовой грамотности. Там же я узнал, что сама продает аналогичную франшизу. Деньги на покупку франшизы нет, но есть желание купить, заняв деньги. Скажите, будет ли это правильно и какие есть риски? Я не знаю, вы из какого города или где вы находитесь. Я рекомендую вам. Тот систем, который у меня есть, который я разработал, Дети на миллион называется, франшиза, которая у нас есть, Дети на миллион. Она очень актуальна на данный момент, на данном этапе. Потому что никто не хочет, чтобы его дети выросли зависимо от этих современных гаджетов и зависимо от современной информации, которая происходит вокруг него. И все хотят, чтобы дети были самостоятельны, дети были лидером. Они выросли с пониманием финансового интеллекта, духовного интеллекта, чтобы у них формировалась хорошая ценность и так далее. Наша программа очень богатая программа, Дети на миллион. Почему она богатая программа? Потому что школы обучают предметы, родители частично занимаются определенным воспитанием. А получается, что пустота, которая остается, мы формируем личность, мы помогаем человеку формировать личность. К 25-27 годам у ребенка будет финансовая свобода. У этого человека мы помогаем ему уже планировать свою жизнь на 100 лет. У него четко формируется стратегия. Он поймет, по какой дороге пойти, чтобы потом не страдать и так далее. Мы формируем внутри его такой сильный личность, чтобы он не сломался. Чтобы не происходить вокруг, он не будет сломаться. Он найдет, пройдет тот, он создает тот великого человека, которого он мечтал. Поэтому, если вы человек, который понимает ценности нашей системы, вы должны понимать этого. Тогда найдите инвестора и приобретайте. Долг не занимайте. Найдите партнера, найдите инвестора, который готов любить детей и уважать детей. И видеть в этом смысла, и видеть в этом перспективу. Пусть он инвестирует, а вы работаете, работу организуйте вы полностью. И все, потом, пожалуйста, вы вдвоем зарабатываете. Он зарабатывает, вы зарабатываете. И столько миллионам детям вы помогаете. Это очень благородное дело. Но долг не берите. Найдите себе партнера, инвестора. Я учусь у вас, смотря на YouTube, все тренинги, аудиокниги. Хочу открыть свой салон. Работаю много лет в салоне красоты. Немножко есть накопление. Не знаю, с чего начать и где обучаться. Хочу к вам на обучение, но у вас дорого. Работаем каждый день, уходим на продукты и каждодневные дела. Хочу финансовые знания обучаться. Начните прочитать сначала мои книги. Начните прочитать мои книги. Это очень-очень вам сильно помогут. Потом посмотрите YouTube-канале. У меня очень много советов от Довлатовой, рубрика «Вопрос Довлатова». Кониспектируйте их. Я знаю человека, который из Америки. Его зовут Виктор. Он обычно сам водил тракт в машине. По YouTube учил все мои занятия и так далее. То есть, я имею в виду те уроки, которые ютубец. Хотя YouTube мы очень маленькие, немножко-немножко сдаем знания, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И он, прослушая их, в 2019 году, кажется, начал он слышать YouTube-канал наш. В 2014 году он принял решение, что я, что Довлатов мой наставник. И начал полностью кониспектировать и слушать каждый день мои ролики. И только, в конце концов, в 2016 году открывал свой траковый бизнес. И в этом году, когда я был в Майами, получается, в 2022 году. Когда я был в Майами, у него был 2021 год. Отчеты, когда я посмотрел. Сейчас он у нас индивидуально учится. Его отчеты я посмотрел. Этот человек уже больше 5 миллионов долларов зарабатывал в год. Годовой обороты его компания была больше 5 миллионов долларов. Что этим я хочу сказать? Огромное количество людей, которые слушают YouTube или читают мои книги, получают результаты. Наверное, как вы не найдете тренера такого ранга, которые настолько доступны простым языком, будут объяснить вам, как понятно, что вы что-то делать. Возьмите, пожалуйста, все советы, которые есть в YouTube. Книги почитайте. Когда чуть-чуть зарабатывают, потом идите на… У нас есть мини-мастер-класс для владельца бизнеса пятидневный. Он совсем недорогой. Идите туда обязательно. Почему? Потому что это вам так кажется, что это дорого. Вы даже представления не имеете в бизнесе ошибки, сколько дорого обойдется. Стоит, чтобы вы открыли бизнес, у вас будет очень много расходов. Поэтому лучше учитесь потом. Не думайте, с такой мышлением вы не пойдете в бизнес. Если такое мышление, что знание дорого, вы далеко не пойдете. Поэтому сначала учитесь, потом идите. Вот мой совет к вам. С чего начать? Сначала вот так. Хотя бы пару часов консультация потом, чтобы разработать план действия. И по плану действия надо правильный план действия. По нему надо двигаться. Я могу пару совет вам давать. Парикмахер и так далее – это самое главное мастера. И локация. Мастера, локация, сервис. На эти три вещи, если вы будете очень жестко контролировать, внимание обратить, все будет хорошо. Появятся люди, которые ваша клиентура постепенно, постепенно. Которые будут прийти и оставаться у вас. Куда лучше вложиться или инвестировать, чтобы это было халал? Я рекомендую вам инвестировать в халал продукты, инвестировать в существующие бизнесы, которые вы можете видеть с кем-то. Видите, что у кого-то есть один магазин, инвестируйте их, а где-то он захочет открывать второй, третий магазин и так далее. Или есть люди, которые партию товара возят, продают, инвестируйте с ними, чтобы это зарабатывать. Инвестируйте там, где-где, в торговле, либо услуги. Инвестируйте в это двух вещей. Это будет халал, это будет быстро, это оборачиваемость будет хорошо, и вы будете хорошо зарабатывать. Если небольшие деньги, если маленькие деньги, сначала на образование вложите. А если у вас уже 10-20 тысяч долларов и так далее, тогда инвестируйте в таких хороших, в торговле, в таких местах, как я говорил вам. По чуть-чуть можете купить акции тоже, но на длительный период. Покупайте из разных компаний, по 50 долларов акции покупайте из 10 компаний. Например, на 500 долларов купите из 10 компаний, по 50 долларов. И через месяц опять, через месяц опять, вот так, накопите потихонечку, потихонечку. Хотя бы, чтобы итоги у вас было из 20 или 10 разных компаний, которые вы купили по 50 долларов акции. Они накопятся, накопятся, но не трогайте их 10-20 лет. И это тоже даст вам хорошие деньги. Вот такое. Но сначала инвестируйте на торговлю. И услуга, чтобы у вас были живые деньги. Поток живых денег, наличности. Здравствуйте, мне просто нужно быть миллиардером. О, как хорошо. Супер. Здравствуйте. Мне просто нужно быть миллиардером. Хотя это не самая главная цель. Как стать вашим учеником? Спасибо, дорогой. Спрашивают, как стать миллиардером и как стать моим учеником? Начните ходить сначала в моих тренингах, чтобы я вас видел. Если вы хотите стать миллиардером, тем более. Потому что у каждого героя есть наставник. И можете меня спросить, разве эти миллиардеры, которые сегодня есть у большинства из них, есть наставник? Я говорю вам, да. У многих из них есть в чем-то сильные позиции. И у многих из них были обязательные порядки люди, которые показали правильный путь. Это однозначно. Потому что вы работая, работая, не разбогатеете. Путем работать никогда человек не разбогатеет. Человек разбогатеет путем стратегии. Если у человека хорошая стратегия, эффективная стратегия, он разбогатеет. Путем работы человек никогда не разбогатеет. Можно работать всю жизнь и только зарабатывать столько, чтобы жить просто. Надо иметь очень сильнейшие стратегии. И еще надо иметь очень сильнейшие стратегии. И очень много веры в себе и энергии, чтобы продать времени, неудачи, трудности и так далее. Дойти до конца, не останавливаться. Так что, если вы хотите стать моим учеником, начните с моей тренинга. А когда хотите стать миллиардером, это поможет вам увеличить вашу вероятность, что вы станете этим. Хочу продавать выпечку. Самбуса, баурсаки, прыжки и так далее. Куда сбывать продукцию? В большом городе вопрос. Куда сбывать продукцию в большом городе? Готовлю дома, пекарни нет пока. Пока что, заранее спасибо. Эти продукты вы можете продавать только в базаре. Например, либо открывать там, не знаю, какую-то маленькую, как типа шарума бывает же. Либо в таком формате, просто самсахана называть. И какой-то ближе к району, не слишком центре города. Именно там, где недалеко от автовокзала, недалеко от базара, и в самом базаре. Вот в таких местах это хорошо продается. Это продукт, это услуга, это сам, его клиентура, его целовая аудитория в таких местах будет много. Другими словами, самса и так далее, прыжки, они же такой продукт, как, можно сказать, это восточный фастфуд. Если фастфуд, гамбургер и так далее, восточный это есть то, что вы сейчас сказали. Так что, используйте именно, то есть открывайте в таких местах, у вас дело пойдет. Еще дело хорошо пойдет. Дорогие друзья, рубрики, когда вы слушаете рубрики, подписывайтесь, чтобы я видел, что у нас подписчиков увеличивается. Очень много людей сейчас не подписываясь, слушая, это касса. Я тоже не знал об этом, недавно об этом узнал, что много людей слушают или смотрят, не подписываются. А я вам рекомендую подписывайтесь, нам будет это приятно. Я буду видеть, что у нас увеличиваются подписчики и так далее. Еще это вдохновляет больше работать для вас. И это первое. Второе, помните, что мы вместе должны принести пользу этому миру больше. Рекомендуйте рубрику людям, которые нуждаются в этих совете. Рекомендуйте обязательно, потому что станьте причиной изменить жизнь хотя бы одного человека на этом белом свете. И мы вместе изменяем этот мир в лучшую сторону. Мы вместе будем работать для того, чтобы еще принести какие-то блага в жизнь других людей. Вот так, дорогие друзья. И комментарии пишите, что было для вас очень ценно, что вы поняли по пунктам. Пункт 1, пункт 2, пункт 3, что вы брали для себя, что вы поняли и так далее. Спасибо вам. Задавайте актуальные вопросы по почте, посмотрите под эту рубрику. Есть всегда, где можно купить наши книги, где можно найти нас, какие наши сайты. Заходите, посмотрите. У нас есть куча видеоуроков. Приобретайте, учитесь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok